МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Анатолова. Я массовый аналитик, который в последний год активно занимается белорусской ферсификацией. Если говорить о том, какие бренды-ферсификации сейчас есть в мире, надо отметить, что был интерес есть к блокчейну, есть интерес к жидко-валютам, еще один тренд объявляется не то, что банки перестают относиться к маленьким компаниям, не интегрируются с ними, это в мире Сбербанк, это в мире Республиксбанк. Ну и, конечно, фи-тех, он начинает впитываться массами. В любом от этих приложений, которые будут продолжаться и продолжаться, он способствует тому, что возникают не только какие-то веб-разработки или облачные решения, фи-тех очень часто концентрируются в кабинет платформах, поэтому мы видим большой рост в области фи-тех-разработок. Еще один продукт, который влияет на развитие фи-тех в мире, в Беларуси, это рост безналичных платежей. Очень много сервисов проявляется по веб-попер-переблодам, решений в области BPM, Personal Financial Management, различные предложения, которые предлагают предсказывать с инвестиционной стратегией. Особенно, грубо говоря, все это отличается сейчас в Америке. В области BPM основной игроком является компания Миндхом, которая работает с 2008 года и уже имеет многомиллионную аудиторию. Что касается Европы, то здесь сложно закрытости банков, в Беларуси еще сложнее. Так называемые Open API, которые в Америке существуют десятилетия, где в Европе только 15 лет появилось законодательство, которое предписывает банк, открывать API. В Беларуси нет ни одного банка с Open API. В России будут акробовы, СПИ-2, Альта, Банка, ВДБ. И есть открытые шлюзы, но доступ к финтехам, компания, которая занимается разработкой инопайковой Open API, достаточно сложен. еще одним трендом, который сейчас трудно входит в финтех, это наши нервы или искусственные интеллекты, мы пока не определили для себя, насколько именно искусственный интеллект может помочь, потому что в финтехе, где многое подчиняется алгоритмизации, и можно все строить на алгоритмах и датамайдингом для построения нервных сетей, как на датаминской схарате. Всем известно. Если говорить о нашем опыте, о продукте, который мы разработали и мы говорили вводим на рынок, это персональный финансовый бренджер, который, в принципе, учел тренд мобилизации, рост рынка церквей и машин-нервинга. Это будет логинное финансовое предложение с гимнификацией. Гимнификация – это тренд, который входит в финтех только-только, связанный с тем, что учет финансовый и вообще разные финансовые транзакции гатус вылинял подрастающему поколению скучными, они не хотят ими заниматься, поэтому есть различные техники и методы гимнифицирования финансового продукта. В нашем случае, в случае для персонального финансового учета, основная проблема – это то, что все приложения предлагают вручную ввод. То есть у вас фактически есть Excel, в котором у нас все открывается, как это сделано в более адаптивном дизайне. Мы в своем приложении полностью убрали вручную ввод данных, и поскольку в Беларуси нет открытых шлюзов банков, если бы мы могли выбрать данные, мы берем данные с SMS по покупке клиентов, то есть вы получаете SMS по повещению от банка о ваших транзакциях, мы берем с него данные, и таким образом все расходы, которые вы проводите по вашим банковским картам, они поступают в положение автоматически, вы видите все балансы на одном экране, причем независимо, сколько у вас карточек, какого у вас банка, любые банки поддерживаются. Такая же система разработана для различных банков, которые у них нет, это очень важно. И еще один этап, который мы сделали для автоматизации, это распознавание чеков. Если у вас нет возможности подключить SMS-оповещение, или вы хотите за него платить, вы можете просто фотографировать чек из магазина, и в всякой минувной строке этого чека, если вы как-то спереди, а сумма будет распознаваться, наноситься, и здесь на вашем обучении построена именно категоризация ваших затрат. Если мы знаем, что вы ходите в замок в корону или в соседей, как правило, 90% затрат клиентов в этих магазинах это еда, то классическая система будет категоризировать ваши затраты, что 90% потратили на еду, допустим, 10%, но что-то другое. Это что-то другое вы можете несколько раз, а раскатегоризировать сами, система научится и будет это делать автоматически. То, о чем я говорила, балансы всех карт на новой экране, это то, что действительно важно, например, есть ли здесь клиент как-то банка? Есть ли здесь клиент как-то банка? Есть ли здесь клиент как-то банка? В какой-то банке, допустим, нет мобильного банка, и очень удобно каждый раз заходить, смотреть балансы, это интернет-банк, который тут уже не имеет мобильной адаптации. здесь у нас все только просто на одном, не будет, а есть просто марка, как будет только на дворе, все остатки на одном экране, приходится массовое экране, вы все видите, и не только на шланг, но и на дневном экране. Эффект классический строится на различных графиках, сколько вы тратите туда-туда и куда, как вас присоединяется от месяца в месяц, от года в году, если вы держите длительные расходы на доходы. Мы сообщили, что этого сейчас у него достаточно, чтобы удержать клиента, и мне больше предлагаем ему смарт-учену, более умный, у нас есть интеграция аккаунтов, то есть вы можете заинтегрироваться с со всеми членами вашей семьи, с детьми, с группами, и не видеть полную картину улучшения бюджета вашей семьи, и все это с разрешением вашей семьи. Насчет умного учета здесь, большему делу в том, что система, видя ваше покупательское проведение, она его действительно видит, она знает, сколько вы тратите на еду, на ремонт машины и так далее, она может давать советы, что если вы слишком много тратите на ремонт машины, возможно, за эту сумму уже можно было бы найти что-то новое. и так далее. Соответственно, еще один момент, который есть у нас, это классовый рейтинг, у нас есть своя сбывковая система, которая позволяет рассчитать турбал, который используют банки, для того, что это способности. Соответственно, для вас это будет любой вайчер, если он достаточно высокий, значит, вы приходите на потребующее финансовое состояние, если этот балл будет понижаться, то, возможно, он будет пересмотреть свои расходы и думать над тем, как увеличить доходы. Ну, вот, то, о чем я говорила, система совета, она у нас тоже гимнифицированная, это же есть прообраз бюллина, с обычным нашим названием, который даёт персональные советы, какие-то массовые, всем эти моменты, или разбитые на этой категории за мужчину, женщину и детям. Это действительно умная система, которая подстраивается под каждого, и это достаточно аналитически выстроенные советы по улучшению финансового состояния. Ну, то, что я говорила, есть аналогичные решения, сделать такой продукт, как МИД в Америке, в Европе нельзя это открыть, потому что шлюзы в августе сейчас закрыты. Если эта проблема будет решаться, возможно, в Европе, в том числе и в Беларуси, и тем, в плане персонал финансового она не может выйти на какой-то новый уровень. А проблема, которая решает ПФМ, действительно в Беларуси, это повышение финансовой грамотности с одной стороны, и повышение благосостояния каждого из нас с другой. Собственно говоря, тут больше не системная презентация была, но это тоже то, о чем я говорила, и в то же время подчеркивает те проблемы, которые есть в Европе, в том числе в Беларуси. Одна из проблем – это закрыть банков, и вообще сложность коммуникации. очень часто приходится слышать о том, что мы сейчас создадим на свой портал, будем размещать банковскую рекламу и заживем. В Беларуси такое не работает, и в России, в принципе, тоже не работает, потому что просто подписать договор с банком на какие-то рекламные размещения, не говоря уже об интеграциях или о интегенерации, очень сложен. Банки достаточно закрытые. Поворотность в технологическом плане – да, здесь тоже чувствуется. Есть компании, в которой мы ополизировали рынок разработки банковских продуктов. Это не камень без здоровья, но факт, что банки по каждому чипу с технологической стороны мы должны были взаимоваться с разработчиками, которые тоже не важны инновациям, и в Беларуси все, кто работает с финтехом, они с этим постоянно сталкиваются. Ну, собственно говоря, это, наверное, все, что я бы хотела рассказать о трендах фенитектора и его проблемах в блоке и микронах. Если есть какие-то вопросы… Да, давайте, может быть, Сергей, нам присоединится тоже. Да, через пять минут. Да, давайте тогда, может быть, обсудим что-то. Есть вопросы спикеров? Приложение планируется платное? То есть монетизация за счет его продажи и приложений, да? Да, за счет монетизации действительно и в России, и в Беларуси такая, опять, как в Freemium. То есть, да, есть платное приложение, в которое мы сразу входим, идем в плей-маркете, допустим, или в истории, стоит такая цена, и искать, да, это большой барьер. Доказано тем, кто уже паркотал с тех предложениями, это блокирует 90% пользователя, если вы предлагаете платное предложение. Поэтому есть другие источники монетизации, в том числе, Freemium модель, когда вы скачиваете предложение бесплатно, но вы покупаете какой-то функционал, в том числе. У нас тоже Freemium модель, но мы все-таки собираем рейд-данку, монетизируемся еще и за счет данных пользователей, предоставляя какую-то обращательную статистику банкам и рейт-дайболу. У нас еще много вопросов. Какое решение проблемы недоверия пользователей к тому, что несколько 12 данных скидывают в вашу карман? Они не скидывают нам финансовые данные. На сервис-сайте мы обрабатываем только какие-то диапазоны суммы. То есть мы не видим, что у вас остаток, допустим, 1165. Мы видим, что это больше 50. неизвестно. А как это объяснить человеку простому из народа не айтишнику? Мы это пишем словами на наших лендингах и большое внимание требовать продукта на рынок и разделять контент маркетингу именно черным по белому объяснять, что это безопасно. К тому же мы не в платежное положение и мы очень дистанцированы от этого. Мы не получаем доступ к вашим землянам. Мы просто отображаем вам их состояние. То, что эти цифры есть у нас это не значит, что у вас есть доступ к вашим счетам. Доступ к счетам это прямая интеграция для тех, кто не смешит. Есть такие кеси в УФМ когда вам предлагают создать лобины по роботу тренд банкинга и робот каждый день будет ходить собирать ваши остатки. Вот это вы даете доступ к своему банкингу. Соответственно если компания нечестная то просто те ваши деньги вывезти куда-нибудь и все. Вы какие доступы вы даете вы просто ваш поток визуализируете. Все. Ну это понятно. А с точки зрения например есть у вас например процедура анонимизации. Например я взрослый Сбасев Пулкин и все соответственно не имеют же значения для компании кто это компетент для человека. Это понятно что это можно сказать человечество и так далее и так далее соответственно я буду уверен что какие-то данные мне персонально не попадают. А какие вы данные считаете персональными? Персональными? Номер карты не попадают. Ну связь точнее связка информация в моей фамилии с моими финансовыми транзакциями. Вот. Все равно часть информации уходит к вам в клаву. Я так понимаю. Вот. И и в том это все испутаться в аналитических попереках. То есть я грубо говоря среднестатистический русский пользователь. Я, например, не хочу помогать вашим аналитическим системам, чтобы вы знали обо мне определенные вещи. не пользуются. Не пользуются. Понятно, что не пользуются. Поэтому не пользуются. А именно с этой точки зрения ваша система как понимает ли она, что у вас не полные данные человеку? Не полные его Да. Нам все равно, какие у нас данные человеки. В пифе придут для того, чтобы себе облегчить жизнь. То есть мы не ставим задачу собрать что там пользоваться. Мы даем пользователю инструмент, который может ему помогать. Нам данные пользуются, да? Да, ровнее. Но на рынке миллионы такого рода продуктов почему-то люди не очень ими пользуются. А вы задавались по вопросам? Они ими пользуются, во-первых. Во-вторых, они ручного ввода. Основная проблема по ФМ это, что вам все надо вести руками. Каждый потратик, вы купили по карточке, вам надо ее внести. Вы купили не по карточке, вам все равно эти чеки собираются потом записывать. 70% россиян до сих пор в КФМ то есть потенциал рынка огромен. Другой вопрос, что нету приложений, которые могут сделать это автоматизированно. Допустим, в МИН в Америке что же будет? У каждого тринадцатого американца представляете? У каждого тринадцатого это полосальное обновление. В Европе нету абсолютно были левые ребята, которые создали классный сервис. сейчас я думаю, если вы вообще про Беларусь, то ваши данные много будут противовыходить. А то, что вы будете нам передавать, мне кажется, абсолютно безопасно.